Завтра будет праздник, и это будет самый веселый праздник, а на самый веселый праздник должна быть всегда чисто. Подготовка к праздникам у Варя основательная. Детская рука убирает то, что в свое время раскидали взрослые. Бутылки, коробки, фантики. Вместе с девочкой рядом трудится и ее брат. Вот убираю, вспоминаю, все крупные убирают, а я тут траву. В этом году у жителей Нагущина субботник особенный, и общественники, и чиновники заявили о своем желании очистить берег местного озера от мусора. Сейчас озеро с уточками выглядит почти как обычное озеро, но мы-то знаем, какие оно хранит в себе тайны. И вряд ли уборка территории берега решит все проблемы. Сегодня мы, скорее всего, просто поубираем все, что вытаило этот мусор. А в следующий раз, обратите внимание, внутри, то есть в самой воде необходимо тоже проводить уборку. Все дело в том, что недавно в озере погибли андатры и утки. Причиной смерти животных стал человек, а именно его фекалии. Местные жители видели, как к озеру подъезжали осенизаторские машины. А еще зимой в результате аварии здесь произошел слив канализационных стогов. У местных есть подозрение, что именно авария на коллекторе стала причиной загрязнения водоема. Ранее в водоканале нам подтвердили, что стоки все-таки попали в озеро, но рабочие ликвидировали эти последствия. Самая большая проблема – это вода. Мы будем делать независимую экспертизу, чтобы понимание было, какая там все-таки вода и почему погибли животные в ней. Экологи, которые тоже приобщились к субботнику, вынесли грустный приговор. Так как озеро является истоком реки Пивоварка, значит все фекалии в конечном итоге уже утекли в обь. Все, что сейчас могут сделать общественники – это достать из воды металл, стекла, шприцы и даже шины. Мы по мере возможности все это с воды достаем, пытаемся это очистить, естественно, руками. У нас пока нет таких приспособлений, чтобы зачистить, загнать, очистить все. То есть мы делаем все это вручную. Мы и по шейку залазим порой, и вплавь. В общей сложности с берега вывезли десятки пакетов с мусором. Но этот субботник – лишь начало борьбы за озеро, которое рискует превратиться в болото. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...